С тех пор, как появились деньги, человечество озадачено не только тем, как их заработать, но и как сохранить уже заработанное. Сохранение денег и приумножение сбережений – важные аспекты финансового благополучия. Где хранить деньги? Как уберечь свои финансы от инфляции? Вопрос хороший. Здравствуйте! Это программа «Знания для жизни» и вот о чем расскажем сегодня. Выгодная ставка и безопасное сбережение. Мы можем рассмотреть вот этот инструмент уже для хранения денег в долгосрочной перспективе. Разбираемся, как работает банковский вклад. Деньги под вечный процент. Это могло быть как вечное размещение, вот такая формулировка была, так и на ограниченное на несколько лет. Банковские вклады в Ставропольской губернии. Гарантия выполнения обязательств. Видов залогов много. В рубрике «Что-то на финансовом» разбираем, что такое залог. Возможности сумма хорошая. Я думаю, да. Конечно, нет. В банке никто никогда не зарабатывает. Думаю, да. Я привык хранить деньги под подушкой. Независимо от того, насколько велик ваш доход, существуют различные стратегии для хранения денег. Сейчас банки предлагают большой выбор инструментов и у каждого свои условия. Одним из таких инструментов является вклад. Разберемся более подробно, как он работает. Перед тем, как открывать вклад, определитесь, на что вы откладываете деньги и какие предложения банков подходят вашей финансовой ситуации. Они разные, и в них нужно разбираться, для чего они, с какой целью вы будете направлять на эти инструменты свои средства. Во-первых, можно рассмотреть такой инструмент, как простой банковский счет. Банковский счет – это копилка без доступа. Он не предполагает доходы и позволяет физическим лицам, компаниям и организациям хранить, управлять и перемещать деньги. Другой интересный будет инструмент – это накопительный счет. Он уже принесет вам доход. Но и хранить там деньги нужно будет при определенных условиях. А вот накопительный счет – это копилка с доступом. В этом случае ставка может меняться по усмотрению банка. Накопительный счет является бессрочным. Его можно пополнить в любой момент и снять деньги, когда это необходимо. У счета нет требований к сумме открытия. Говоря о вкладах, которые обозначены более высоким процентом и сроком, двумя вот такими категориями, мы можем рассмотреть вот этот инструмент уже для хранения денег в долгосрочной перспективе. Открывая банковский вклад, мы размещаем денежные средства на счете в банке. В конце срока можно забрать свои деньги и также получить накопленные проценты. Важно помнить, вклады предоставляют сегодня только кредитно-финансовые организации, то есть банки и микрофинансовые организации. Говоря о последних, нужно понимать, что такие средства являются инвестиционными, а не для сбережения. Перед тем, как выбрать тот инструмент, который вам нужен, исходя из тех целей и горизонтов планирования, которые вы для себя обозначили, вы первое всего должны выбрать банк, то есть кредитную организацию. Вклад – это наиболее простой инструмент, который нам гарантирует определенную доходность. Открыть вклад в банках могут граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. Граждане России могут открывать вклады в банки и распоряжаться ими с 14 лет. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьего лица, но требуется обязательное указание ФИО этого гражданина. Государству важно, чтобы банки развивались, платили налоги и покупали гособлигации, то есть пополняли бюджет. Соответственно, оно заинтересовано в том, чтобы люди хранили свои деньги в банках и были уверены, что эти деньги в безопасности. Поэтому во многих странах мира есть государственный механизм, который защищает сбережения граждан и поддерживает доверие к банковской системе. В России это система страхования вкладов. Это государственная система, которая позволяет нам в рамках миллиона 400 возмещать наши средства в рамках системы страхования вкладов. Что эта система дает? Эта система дает нам возможность получить гарантированно доход в результате того, что банки входят в систему страхования вкладов. Если у вашего банка отзовут лицензию, вы сможете рассчитывать на компенсацию в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом будут просуммированы все ваши счета и вклады в этом банке, включая проценты по ним. Но перед тем, как открыть вклад или положить деньги на счет в банке, лучше убедиться, что он есть в реестре. Так какая выгода от вклада? Выгода от вкладов состоит в том, что в данный момент времени банки предлагают достаточно высокие процентные ставки. Процентная ставка по вкладам чаще всего привязывается к ключевой ставке центрального банка. В данный момент ключевая ставка составляет 16%. Поэтому потребитель, который выбирает непосредственно вклад, он должен ориентироваться на эту процентную ставку. К недостаткам вкладов относятся относительно высокий уровень инфляции, нестабильный курс рубля, ограничения по максимальному страховому возмещению, минимальный, а иногда и даже нулевой доход с учетом инфляции. Это же подтверждают и специалисты. Что касается отрицательной стороны вкладов, то это не очень высокая доходность, допустим, по сравнению с инвестиционными инструментами. То есть очень часто доходы по ценным бумагам, они предлагают более высокую доходность, но она не гарантирована. Будьте внимательны. Когда ставки по депозитам снижаются, сотрудники банка нередко предлагают другие, вообще не банковские финансовые продукты, под видом более доходного вклада. При этом далеко не всегда сообщают о принципиальных различиях этих продуктов от вкладов. Такая распутчатость в формулировках называется не селингом. Поэтому, когда вы слышите предложение от сотрудника банка о более выгодном продукте, задайте больше вопросов. Совет всегда один. Внимательно читайте договор перед тем, как его подписать. Сам договор и приложение к нему могут насчитывать от 10 до 30 страниц, поэтому в офисе банка тщательно изучить его практически невозможно. Но когда речь идет о деньгах, уж поверьте, торопиться не стоит. Ставропольское отделение Государственного банка начало свою деятельность 4 марта 1894 года. Банк предоставлял кредиты, проводил прием денежных вкладов от учреждений и физических лиц, оформлял выдачу с суд под залог государственных процентных бумаг, акций, облигаций, имущества. Самая популярная форма – размещение денег под проценты. Это могло быть как вечное размещение, вот такая формулировка была, так и на ограниченное, на несколько лет. Самым частым встречалось духовное завещание и передача вклада в церкви, храмам, благотворительным обществам или сиротским домам. Вклады можно было делать на определенный срок. Допустим, дочери мещанина, оставшейся сиротой Ольги Георгиевне Ребровой, ее родственник, Ставропольский мещанин Константин Ильич Чехранов, оформляет вклад сроком на 12 лет, размещает сумму в 200 рублей с тем, чтобы на проценты от этой суммы по достижении своего совершеннолетия Ольга Георгиевна могла жить. Популярная форма благотворительности – вклад частного лица, организации или общества на вечное время или ограниченный срок с приращением процентов и ежегодным перечислением денег на указанные цели. Предметом вклада могли быть как наличные деньги, так и акции, облигации, векселя. Например, Ставропольский купец Сергей Иванович Ртищев держит вклады, состоящие из акций Азово-Донского коммерческого банка, на значительные суммы – 6 тысяч, 5 тысяч рублей, и даже не пользуется купонами, то есть нарастающими процентами ежегодными, потому что ему явно есть на что жить. И эти купоны, точно так же, как и эти вклады из коммерческих акций, работают на него в автономном режиме. В 1872 году Ставропольская городская дума из городских доходов разместила в вечное пользование сумму в 1075 рублей. С тем, чтобы ежегодные проценты шли на обеспечение трех стипендиатов технологического института и Ставропольской мужской гимназии. Суммы, может быть, и небольшие, но если у студентов просто нет средств на учебу, и родные им не могут помочь, то это огромное для них подспорье. Если вы намереваетесь взять кредит в банке, что нужно сделать в первую очередь? Правильно, доказать свою платежеспособность, то есть убедить менеджера, что доходы позволят своевременно расплачиваться по займу. Но как быть, если заемщик не имеет постоянного официального заработка, или он недостаточно велик, а деньги ему очень нужны? Без паники. Выйти из этой сложной ситуации можно, предложив банку залог. Залог чаще всего это имущественные права. Причем право на имущество, на обладание или владение этим имуществом мы обязательно должны подтвердить перед банком. Видов залогов много. Например, залог недвижимости, залог ценных бумаг, залог драгоценных металлов, залог автомобилей или других видов залогов. Оформить заем под залог проще, чем обычный нецелевой кредит. Банки выдают его охотнее, потому что меньше рискуют. Условия залога прописываются в договоре. Указываются индивидуальные характеристики заложенного имущества и его оценка. Договор залога – это договор, который предусматривает, что мы передаем по договору во временное пользование банку наше имущество. Но имущество на самом деле банку не передается, оно остается у нас. Но в случае непогашения кредита банк имеет право взыскать задолженность на наше обеспечение, то есть на наш залог. Заемщик может свободно распоряжаться имуществом, даже если оно находится под залогом. Если речь о квартире, то в ней можно жить, делать ремонт, прописывать других людей или сдавать в аренду. Залогодатель может даже продать имущество под залогом, но только чтобы погасить долг. Подведем итог. Банковский вклад по-прежнему остается одним из самых удобных способов хранить деньги. Это безопасное хранение средств и небольшой, но фиксированный доход за определенный срок. Но чтобы приумножить свои сбережения, рассмотрите и другие инвестиционные возможности. Внимательно изучите условия банков и не бойтесь спрашивать. Это была программа «Знания для жизни». Будьте финансово грамотными и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин